Всем привет! Сегодня я подобрала три интересных военных фильма. Надеюсь, вам понравится. Первый. Под прицелом. 2018 год. США. Режиссер Фил Блаттенбергер. В ролях Джоша Делла Круз, Брайан Батчман, Акорье Уайт. Несмотря на ограниченный бюджет, фильм представляет свежий взгляд на жанр, который, казалось, и жил свой век. Мне понравился сюжет, отличные съемки и игра актеров. 1968 год. Времена расовой напряженности и гражданского сопротивления в США после убийства Мартина Лютера Кинга. Действие фильма происходит во Вьетнаме, где черные и белые пехотинцы должны сражаться бок о бок. Задача взвода лейтенанта Саттера – найти и спасти взвод Браво, который пропал без вести несколько дней назад. После первого боя с врагом Каспер, Микс, Джо и Феликс оказались отрезаны от своего взвода. Но более того, расист Микс оказался с тремя черными братьями по оружию. Таким образом, напряженность существует с самого начала, и все становится только хуже, когда они находят часть взвода Браво, когда те собираются казнить мирных жителей. Хороший фильм о войне, основанный не столько на зрелищности и взрывах, хотя и они есть, сколько на психологической драме. Следующий отличный фильм и очень длинный. Но удивительно, я даже не заметила, как пролетели три часа, хотя поначалу он казался затянутым. Интересный сюжет сделал свое дело. Кстати, к этому фильму хорошо подходит анекдот. Дедушка, а ты что тут в лесу делаешь? Партизанию я. Да ты что это, дедушка? Война 50 лет как закончилась. Вот черт, а я до сих пор фашистские поезда под откос пускаю. Хотя все равно этот фильм осилит не каждый, кому-то он покажется медленным и скучным, да, это есть. Но мне, несмотря на это, все равно понравился. Фильм основан на реальных событиях и истории аноды японского солдата, проведшего 30 лет в джунглях, острова Лубанг на Филиппинах. Во время Второй мировой войны он проходил подготовку в секретном отряде под руководством майора Танегути, где солдаты проходили идеологическую обработку и, конечно, туда набирали настоящих фанатиков, полностью подчиняющихся приказам, выполняющим боевые задачи как роботы, у которых нет своих мыслей, только приказы. В его задачу входило проводить диверсии на территории Лубанга, где он внедрился в отряд японских солдат и попытался вести их за собой к своим безумным целям. Но сразу полотряда отказалось ему подчиняться и осталось только несколько человек, способных идти за ним. Но, по ходу, и у оставшихся стало возникать сомнения в том, что делает Аннода. Даже когда война закончилась, Аннода отказывался в это верить и сказал, что сложит оружие только если ему прикажет его командир Танегути. Следующий интересный фильм снят на основе биографии Соломона Пиреля. Фильм начинается в Германии незадолго до начала Второй мировой войны. Еврейский подросток Соломон Пирель и его семья пытаются жить обычной жизнью. Но во время погромов Хрустальной ночи убивают его сестру. После этого они уезжают из Германии в Польшу, надеясь, что будут там в безопасности. Но вскоре немецкая армия захватывает Польшу. Родители отправляют Соломона и его брата дальше на восток, чтобы они смогли спастись. Но обстоятельства складываются так, что братья оказались в разных местах. Соломон попадает к русским солдатам, которые отправляют его в школу-приют, где детей учат коммунистической идеологии, и Соломон вливается, так сказать, в ряды комсомольцев. Но немцы продвигаются дальше, и теперь жизнь Соломона опять в опасности. Чтобы выжить, он придумывает историю, что он немец, сирота, и его заставили учиться в этой школе. А так как он понимает по-русски, немцам он становится полезен. Кстати, Соломон Пирель был переводчиком во время допроса сына Сталина. Ну, все, не буду дальше рассказывать. Посмотрите фильм. Это очень удивительная судьба человека, пытавшегося выжить во время войны. На сегодня все. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, смотрите мой плейлист. Там много интересных фильмов. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok